Итак, продолжаем. В предыдущей части мы рассмотрели теорию и назвали основные методы для динамического рисования во Flash. Сейчас перейдем к практике и приведем пример о использовании данных методов при динамическом рисовании. Для этого создадим новый документ. File, New, FlashDocument, OK. Мы создали новый документ. Как я говорил ранее, динамическое рисование это создание графики непосредственно из кода. Поэтому мы будем писать код. А для этого нам на главной временной шкале надо перейти в панель Actions, действия. И именно здесь, внутри этой панели мы будем писать наш код. Я вставлю заранее заготовленную участок кода. Вставил. Что здесь мы видим? Во-первых, мы видим здесь новый метод. Create Empty Movie Clip. Как явствует из названия, этот метод создает новый пустой Movie Clip. Зачем он нужен? Новый пустой Movie Clip необходим для того, чтобы удобно управлять той графикой, которую мы будем создавать динамически, то есть программно. Такая практика широко распространена и не стоит ей пренебрегать. Для того, чтобы создать какую-то динамическую графику, сперва создайте пустой Movie Clip и внутри этого Movie Clip уже потом динамически строите свои примитивы, линии и так далее. Можно, конечно, обойтись и без этого, но не рекомендуется, так как это будет и сложно, и в конце концов вы придете именно к этому пути. Итак, продолжим. Метод Create TimeToMovieClip имеет, по крайней мере, два параметра. Ну, в принципе, у него может быть их и больше, у него их точно больше, но два важных, и мы их рассмотрим. Первый параметр – это имя. Это имя нового пустого Movie Clip, который мы и создадим. А в данном случае это mc. Имя обязательно должно быть заключено в двойные или одинарные кавычки, так как это строка. Второй параметр – это уровень слоя, на котором мы создаем данный пустой Movie Clip. На каждом слое может располагаться только один Movie Clip, а сами слои нумеруются от нуля и выше, то есть это положительные числа. Они лимитированы, но лимит настолько большой, что, в принципе, вам хватит на любые нужды. Переходим дальше. А дальше мы используем метод LinesTooler. С помощью метода LinesTooler, как я говорил ранее, создается стиль обводки. Какую же обводку мы создаем в данном случае? Во-первых, мы задаем толщину 5 пикселей. 5 пикселей. Как мы говорили ранее, толщина может колебаться от нуля, то есть это абсолютно невидимая линия, до 255. Это очень-очень и очень жирная линия, поверьте. А второй параметр – это цвет нашей линии обводки в 16-ричном значении. Причем данный цвет обязательно начинается с префикса 0x. Префикс 0x указывает в программе то, что она будет иметь дело именно с 16-ричным числом. Сам код цвета состоит из 6 нулей. 6 нулей – это код черного цвета. То есть наша линия обводки будет черной. Третий параметр – это прозрачность нашей обводки. Прозрачность может колебаться в интервале от 0 до 100. То есть от 0 до 100%. Соответственно, если мы хотим сделать нашу линию полупрозрачной, мы можем задать 50%. 50%. Если мы хотим, чтобы наша линия была вообще непрозрачной, мы можем указать 0%. Но особого смысла в этом нет. Можно просто тогда указать 0 здесь. То есть сделать нулевую толщину. Вернем прежние значения. Толщина 5 пикселей. Прозрачность 100%. Следующий метод – это метод Moavit2. С помощью метода Moavit2 мы создаем начальную точку рисования. Или так называемая точка опускания пера. Начальная точка рисования у нас будет иметь координаты. По х – 100 пикселей. По у – 100 пикселей. Мы будем рисовать линию. И поэтому нам нужна, кроме точки опускания пера, еще и вторая точка. Так как любая линия имеет, по крайней мере, две точки. Начальная и конечная. Соответственно, конечную точку нашей линии мы будем рисовать с помощью, задавать с помощью метода Line2. Метод Line2. Метод Line2 как раз и примет в качестве параметров конечную точку нашей линии. Это 450 пикселей по х и 100 пикселей по у. На этом код закончен. Как видите, всего четыре строчки. Давайте теперь запустим, посмотрим, что же у нас получилось. Я закрываю панель действия. И с помощью сочетания клавиш Ctrl-Enter запускаю ролик. Как видите, появилась на экране линия. Это как раз то, что мы нарисовали динамически из нашего кода. Закрываем. Давайте поэкспериментируем. Давайте изменим толщину, например, с 5 до 10. 10 пикселей толщина у нас теперь. Кроме этого, поменяем цвет. Черный цвет не очень заметен. Давайте сделаем красный цвет. Код красного цвета это FF и 4.0. Ну, допишем FF. Хорошо. Поменяли цвет на красный у нас теперь. Ну и давайте сменим прозрачность. Например, на 50%. Как я уже говорил, 0% прозрачности ставить не стоит, потому что вы просто не увидите линии. Закрываем панель Actions. И снова с помощью сочетания клавиш Ctrl-Enter запускаем ролик. Теперь мы можем видеть другой уже результат. У нас на экране появилась такая легкорозовая линия. Причем, конечно, это не очень заметно. Но розовый оттенок ей придает как раз то, что она является полупрозрачной. Она смешивается именно с лежащей под ней белым фоном. И как можно заметить, по сравнению с предыдущим примером, она стала толще, так как она действительно 10 пикселей вместо прежних 5 пикселей. Итак, линию мы рисовать научились. Давайте нарисуем какой-то геометрический примитив. Давайте удалим наш код, который у нас был до этого. И используем уже другой код. Я заранее его заготовил. И просто скопирую. И вставлю в наш ролик. Вставляем, как я уже и раньше говорил, в панель действия. А здесь примерно все то же самое. Мы создаем сперва пустой MovieClip. С тем же названием, mc, и на том же уровне, на нулевом уровне. Но дальше мы с помощью методов MoveTo и LimeTo, которые несколько раз повторяются. LimeTo, еще раз LimeTo. Мы будем рисовать с помощью этих методов уже прямоугольный примитив. Кроме этого, мы зададим для нашего прямоугольного примитива стиль заливки с помощью метода BeginFill. Как я уже говорил, метод BeginFill имеет ряд параметров. И мы для заливки воспользуемся следующими параметрами. Во-первых, укажем цвет. Мы задали цвет 0xCCCCCCC. 0x это префикс для 16-ти речного числа. Он нас не интересует. А вот 4c это код серого цвета. Кроме этого, мы задали прозрачность. Прозрачность у нас 100%. Ну, можем изменить ее при желании, конечно. В конце нашего кода помещена команда EndFill. Закончить заливку. То есть, обратите внимание, как располагаются эти две команды. BeginFill, которая начинает заливку, и EndFill. Команда BeginFill начинается до того, как мы рисуем наш прямоугольный примитив. Мы рисуем наш прямоугольный примитив с помощью команды MoveTo и LineTo, которые повторяются несколько раз. До этих команд надо задать стиль заливки с помощью метода BeginFill. А когда эти команды подойдут к концу, мы заканчиваем заливку с помощью метода EndFill. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Закрываем панель действия. Запускаем MovieClip. Запускаем ролик. Ага. Вместо прямоугольного примитива у нас получился треугольник. Посмотрим, почему так произошло. Ну, как я ожидал, я неправильно просто изначально задал координаты. Последние координаты надо исправить со 100 на 300. Закрываем панель действия. И снова с помощью сочетания клавиш Ctrl-Enter запускаем наш флеш-ролик. Ну, теперь мы действительно можем наблюдать на экране прямоугольный примитив. Также с помощью методов динамического рисования можно создавать и более сложные фигуры. Правда, честно сказать, это не самая приятная работа. Довольно трудоемкая и сложная. Особенно большие сложности получаются при создании окружностей, эллипсов и подобных фигур. Ну, на этом данная часть подошла к концу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.